Девушки отдыхают Завершал сезон на стадии регулярки Такое положение дел не устраивает главного тренера «Атлантов» Владимира Потапова Его стремление к результату, поиск баланса в новом постоянно меняющемся коллективе Привело к локальным успехам под занавес чемпионата Главный тренер Владимир Потапов в проекте «История МХЛ» Владимир Потапов родился в Мурманске Там начал играть в хоккей Затем была школа электростали Играл на позиции нападающего Два сезона в московском «Динамо», чешской «Опаво», затем чемпионат Белоруссии С 2010 года тренировал детские и юношеские команды В «МХЛ» с 2016 года Первое, что бросается в глаза – стиль работы Владимир Потапов активно участвует во всех эпизодах тренировки Весь процесс под его постоянным ручным контролем С игроками строг, но корректен Профессиональный, современный подход к делу Цель не оправдывает средства Каждого тренера, с кем я работал Это были тренеры на самом деле достаточно высокого уровня Я брал что-то свое Откладывал для себя моменты, которые я бы делал с игроками И которых я бы категорически избегал Потому что некоторые методы, которыми некоторые тренеры добивались результата Они неприемлемы для меня Зачастую тренеры сбивались на оскорбления игроков Причем личностного характера И в детском спорте иногда процветало рукоприкладство Это не те методы, которыми, я считаю, надо добиваться успеха и развивать молодежь Владимир Потапов – атлет Он выбирал из многих видов спорта, где считался перспективным Но важнее, что все виды спорта вызывали в нем интерес Он пробует передать свою мотивацию ребятам Объясняет, как это работает Я пришел в 12 лет, я даже кататься не умел За счет какого-то желания и трудолюбия, которое привели мне родители Удалось в достаточно короткие сроки догнать сверстников И где-то даже оказаться впереди их До этого возраста я искал себя Хотя в глубине души, любовь к хоккею, наверное, пересилила окончательный выбор Я начал заниматься футболом, потом долгое время плавал, занимался волейболом Что позволило, наверное, мне разносторонне себя развить в физическом плане И все-таки окончательный выбор в 12 лет я сделал в пользу хоккея Мне очень нравилась игра в 80-е годы ЦСКА, московских армейцев Да, сборная СССР это было, ну, я не знаю То есть мне сейчас, да, даже за державу обидно Что мы утратили позиции, да, вот эти там, завоеванные вот этими игроками Да, там, на протяжении десятилетий, да И отдали сейчас пальму первенства Канаде Потапову 43 года Он закончил играть в 30 Вспоминает, что были приглашения в юношескую и молодежную сборные Затем в московское «Динамо» Но травмы, перелом ноги и разрыв селезенки не позволили ему проявить себя должным образом Он начал тренировать в Белоруссии Это один из самых сложных моментов в его жизни Перестать быть игроком и вдруг стать тренером Это нельзя сделать сразу На самом деле тяжело И на самом деле себя тренером я как-то не видел Ну, не представлял, как можно так вот, ну, тут возиться с игроками, да Ну, чем больше шли уговоры там со стороны директора Гомельской Дюш Со стороны там директора Дворца спорта Это было две разных организации Чем больше я про это думал, ну, тем больше размышлял А почему бы и нет, что стоит попробовать Да, и, наверное, решающий фактор, да, это Ну, повлияло, наверное, ну, совет жены там и семьи Что, ну, хватит уже, мы устали там от многочисленных травм, переездов, да И надо уже находиться дома, наверное, воспитывать сына Из клюшки в клюшку уважение к самому себе и партнеру Отдали, отдали на движение спиной Спиной, да, всегда к шайбе лицом Получаете пас, не выключая ног, прием Прием на максимальной скорости Не выключая ног, ходит атака один в ноль Его опыт показал, что нельзя принимать решения о будущем игрока Лишь взглянув в его паспорт Он сам пришел поздно Видел, как растут те, кого считали бесперспективными Я бы не стал судить строго И ставить на каких-то из игроков крест Самый яркий пример – это команда юношей 99-го года рождения Которую я принял в возрасте 7 лет И некоторые хоккейные деятели мне советовали их не брать Потому что ребята бесперспективные Им уже 7 лет и ничего я с ними не добьюсь То есть мне и им хотелось доказать обратное И как следствие 5 сезонов подряд мы выигрывали первенство в Беларуси И повторю, что на международном уровне команда смотрелась достаточно неплохо Прежде чем оказаться в Атлантах Владимир Потапов зарекомендовал себя в Санкт-Петербурге Когда-то он мечтал вернуться из Беларуси в Россию как игрок Теперь он сделал это как тренер Пригласили на переговоры, быстро договорились То есть как тренер на тот момент я думаю, что я достиг какого-то потолка Тренируя команду в чемпионате Беларуси И мне хотелось развиваться дальше И переезд в Россию я рассматривал именно с этой точки зрения И хотя в его работе есть что-то европейское Он убежден, что у нашей школы, у нашего подхода есть неоспоримые преимущества Никогда не научусь, наверное, легко относиться к поражениям, как это делают европейцы Наверное, сила русского менталитета То есть всегда тяжело переживаю, неудачно И стараюсь, чтобы их было как можно меньше Поэтому серьезно готовлюсь к тренировкам Став тренером, а до этого насмотревшись на специалистов в разных клубах Владимир Потапов тщательно подбирает тренеров для своего сына Причем речь идет не только об умении научить ребенка базовым элементам У него большого выбора не было И я считаю себя достаточно осведомленным в тренировочных делах И отдавать своего ребенка, скажем, определенному ряду тренеров я бы не стал О чем я сказал выше Личностные оскорбления И какое-то неведение, наверное, физических нагрузок И сенситивных периодах, когда что надо развивать у детей определенного возраста Поэтому ребенок был при мне И я нес какую-то ответственность за его развитие Но опять ничего не получилось Потому что я переехал в Санкт-Петербург Жена на первых порах осталась с ребенком в Белоруссии И тренерская карьера такая, что сегодня ты здесь, а завтра в другом месте Поэтому постоянно оказывать влияние на развитие ребенка я попросту не мог В конце сезона Атланты сумели выровнять игру, добившись баланса побед и поражений Этого недостаточно, чтобы пробиться в плей-офф Но это важно в преддверии очередного чемпионата Где Потапову, возможно, удастся сохранить состав, укрепив его Чтобы Московская область снова могла бросить вызов сильнейшим командам МХЛ Все выпуски проекта «История МХЛ» доступны в социальных сетях Молодежной хоккейной лиги До встречи! Субтитры создавал DimaTorzok